всем привет сегодня 20 день нашего пребывания к ракове вот сегодня здесь прохладно около нуля градусов может быть чуть чуть побольше уже сейчас 11 часов гуляем около вислы вот то что мы в тумане снимали это было вот там за таким вот этим бураком мост через вислу вот комплексы которые здесь строят здесь жилые все красиво зеленое пойдем переходить дорогу здесь по идее закрыт проезд поэтому сюда никто не поедет только из тех кто живет возможно вот мы поднимаемся на велодорожку это велодорожка едет тетя моти люди бегают ой-ой-ой наверное зря сюда пошли потому что будут ехать вернулись на пешеходное вот сегодня 20 день как я уже сказал дашка ходит в школу отлично все у нее уже даже тусует с местными своими коллегами и коллежанками по школе по гимназии если быть точнее со всякими ендриками матильда есть у него там даже вот я отработал две недели уже или 32 пришла по почте карта которую я сделал что у них интересно получается карта приходит и ты ее сам активируешь через я активировал через мобильное приложение сам задаешь пин-код который тебе нравится то есть можно задать например пин-код своей минской карточки какие сделал чтобы ничего пендриваться сегодня какой-то католический праздник все закрыто везет на все закрыто собрались купить даши для физкультуры форму то что мы почему-то про это абсолютно забыли вот и и какой-то до зимней обувь как-то резко похолодало мы не рассчитывали что будет так холодно в это время мы потому что планируем восьмого в минск приехать уже за теплыми вещами и остальными вещами которые они взяли вот поэтому мы не брали такую зимние вещи вот-вот висло пришли к висле вот так вот она выглядит сегодня людей очень мало на улицах все в костеле в это время мы шли возле нашего костела там прямо как муравейник туда все со всех углов стекаются стоят наверно предположить что все кто ходит сейчас это либо не католики либо неверующие вот велосипеды даша хочет в эту школу танцев пойти не я не уверен что она здесь возможно это просто реклама студия фри фризур это по моему стрижки что ли надо вот отель galaxy значит это все таки здесь мы посмотрим посмотрим мерзнет рука холодно что еще что еще что у нас нового а ну завтра я пойду медосмотр проходить для работы там получилось что пришлось очередной раз поговорить на польском заметил очень такое нехороший момент мне когда надо диктовать свое имя возникают проблемы белорусское написание имя сергей через сай и и и ай си архей так вот латинскими буквами вызывают у всех катарсис просто вот например в интернет когда я заказывал у меня написали хир хи в договоре я теперь как год у нас в пятницу не работал интернет я звонил службу поддержки они говорили я кима пан имя и назвиска я говорю хи архи мамко там написали вот так и такая же соответственно электронная почта получилась у них к этому аккаунту пришлось и почту такую же завести вот пятницу не работал нас интернет почему-то провод в стене переломался субботу приходил мастер на удивление в стене было провода два вот это абсолютно не понял видимо для таких нештатных ситуаций то есть он просто один провод переставил на другой и все в принципе починилось вот службу поддержки пришлось позвонить на польском поговорить с медцентром как бы тоже на польском в общем потихоньку на польском приходится разговаривать и никуда от этого не деться к сожалению или к счастью может быть в польске будет уровень повышаться вот так вот понедельник мне возле дома один медицинский центр там окулист и второй то есть там получиться в тот центр который работа послала там специалистов чтобы двух вот одновременно только на двадцать девятое число поэтому разнесли на два и два разных времени один утром и второй в три и вот такие вот пироги вот делаем пока паузу перешли на другую сторону здесь кстати в связи с тем что подешевела нефть конкретно так подешевела стоимость топлива так я становлюсь приближу вот там вот пять ноль два не знаю видно нефть да мы заправлялись по пять четырнадцать две недели назад а кстати насчет этого две недели назад я когда мы приехали я складывал чеки чтобы подбить сколько у нас вот первые две недели будет стоить там магазины и прочее получилась порядка тысячи восемьста евро евро злот это на еду в основном всякие там а мы же еще ездили в икею там подушки покупали то есть вот делайте выводы это получается 1800 это пятьсот наверное долларов мы потратили на первые две недели жизни ну и плюс 200 на квартиру вот это мы пришли в галерею казимеш которая сегодня как и все остальные магазины закрыты вот тут уже ставят новогодние штуки светка будет следующей очереди вон еще пошли пока туда вот прям подарки а это трон светлана на трон на него можно сесть или нет но я думаю что выдержит очень смешно трон оказался занят царя решили не свергать ну и все люди уже готовятся трон мягкий кстати да а после карета люди уже готовятся к этому к рождеству не знаю только какие ассоциации карета и рождество например щелкунчик что ли если бы все в этом году на щелкунчик завернулись на щелкунчик света сказала если там кто не слышит что все в этом году завернулись на щелкунчик сейчас будет фотосессия всем пока помаши рукой